Вкусно, Ань! Угу. Жалко, что нам такой нельзя. Светящийся ходунчик розовый. Юмич, тебе лишь бы что-нибудь полизать. Ань, ты че, правда, такая уже старая, что тебе таблетки нужны? Да, он очень красивый. Был. Где ты пародируешь вызовы духов? Я насчитала около ста спиннеров. Это, наверное, какой-то ключ. А мы пока откроем самую большую вещь в этой посылке, на которой написано осторожно. Привет, ну, наконец-то. Аня вернулась из своих поездок два раза в Питере, в Москве два раза. Короче, было очень много дел. Миша, лайк. Миш, подожди, при чем дизлайк? Мы еще не договорили, погоди. Так вот, киска Алиска! С Аней ходили на передачу на первый канал, видели, видео называется. Да, в общем, Аня была очень занята в этом месяце. И вот мы вернулись. И не только мы. Ну да, и Аня вернулась. И сегодня видео на всех каналах. Тем более, Аня вернулась из Питера не одна, а с двумя новыми питомцами. О, это точно, жесть. Киса Алис, а ты видела новых зверей? Только одного. А второго. Я до сих пор в шоке. Только в новом видео на Мэджик Фэмили его видела, а вживую нет. Первого мы тоже видели. Это улетенок, которого подарили в Питере на фан-встрече. А второго тоже подарили на фан-встрече. Только это совсем не улетенок. Это мадагаскарский этот. Лайк. Нет, Миша, это не лайк. Это мадагаскарский шипящий таракан. Но вживую мы с ним еще не познакомились. Только через экран в новом видео видели. Может мы подружимся? Он такой же коричневый, как мы с Юми. Короче, потом посмотрите видео. Распаковку подарков с двумя новыми питомцами. И на Анином канале тоже вышел ролик. Ребят, давайте я не буду выдавать секретов, потому что Аня вернулась. А у нас тут муха. Еще один новый питомец. Интересно, можно ее скормить таракану или улитке? Эй, вот перестань нести фигню. Ну, короче, сегодняшнего дня мы снова начинаем снимать. Да, смотрите ролики. А точно муху нельзя скормить им. Или нужно сам муху съешь, а? Это тоже мясо, белок, типа там. Не, не, не буду. А теперь Миша лайк. Мам, не Миша лайк, а просто лайк. И подписывайся на канал. Скоро миллион. А, ну ладно. А мы начинаем необычное видео. У нас на канале такого еще не было. Распаковки посылок были давно. А распаковки подарков с фанстречи не было. И сегодня вы распакуете то, что не распакала Аня, да? Да, мы продолжим. И правда тут муха летает. Аня, ну, распаковку. Мы, это, другие будем подарки распаковывать. Пап, ну слови уже эту муху. И я не могу, я же не ящерица. А вдруг это не муха, а таракан? Нет, он огромный. Не просто огромный. Он еще шипящий и не летает. Давайте уже начнем, а? Только муху надо поймать. О, Хейвен. Привет, ребят, ну что, давайте начинать. У нас впереди очень много подарков. Арики, Арики, когда ты уже проснешься? А мы давайте пока откроем вот эту розовую полосатую сумочку от Иры. От Иры Китовой. Игрушка-косточка для собак. Еще одна белая ручка фламинго в мою коллекцию. Это, наверное, набор мыл. Целых четыре штуки. Фигурка в честь чемпионата мира. И паспорт Российской Федерации. Аня, ты уверена, что это чей-то паспорт? Это же коробка. Да, это коробка, а в ней конфеты, что ли? Точно, это конфеты птичьего молока с пожеланиями. Я лично выбираю мудрости. Попробуем на вкус эти конфетки из паспорта. Ой, Ань, как вкусно пахнет. Жалко, что нам такое нельзя. Нет, Софи, вам такое нельзя. Ну что, вкусно? Вкусно, Ань. Классно тебе. Жалко, что нам такое нельзя. Нет, вам такое нельзя, ребят. Видно, что тебе вкусно. Да уж, я хочу открыть пакет с вот этим рыжим котом. Хорошо. Это пакет от Гусевой Варвары. Она тут написала список, что в нем должно быть. Письмо, рисунок, фото моих питомцев, пять мячиков для песиков, антистресс-лампочка, розовый светящийся ходунчик, шоколадка, жвачки Джуси Фрут, игрушка для Алиски, загуститель для липких лизунов и письмо. Сверяем. Мячики. Так, шоколадка есть, немножко подтаяла. Фото ее котиков и ваши фото. А это, наверное, розовый светящийся ходунчик. Так, давайте его проверим, вроде светится. Давай, качайте его по столу. Светящийся ходунчик розовый. А что это? Без понятия, Юмичу. Джуси Фрут и вот такие штучки. Я, если честно, не знаю, что это. Ваш семейный портрет. Пачка ненастоящих денег. Их тут очень много, доллары и рубли. Вроде бы этого в списке не было. И брелочка обезьянки тоже в списке не было. И вот этих чуваков. А где антистресс-лампочка? Видимо, вот в этом шарике. Ух ты, какой прикольный антистресс. Коллекцию наших антистрессов. Для наших экспериментов. Да, очень прикольная штука. И правда выглядит как лампочка? Он очень тянется и в нем вода. А может не вода, а специальная антистресс-жидкость? Ну да, но он очень прикольный и милый. Можно его вот так вот лизать? Юмичу, тебе лишь бы что-нибудь полизать. Ой, ну ладно. И проснется только ночью, видимо. Смотрите, какой подарочный пакет космос. Класс! Красивый, от кого? Тут на бумажке фламинго напечатан текст. От Алисы и Ани, моей тезки. Мой портрет карандашом. Эээ, успокаин форта. И улыбозол форта. Ань, ты что, правда, такая уже старая, что тебе таблетки нужны? Нет, вы что, это же просто конфеты, как вот этот мармелад. Но только конфеты, а это Мишка. Спасибо. Давайте еще подарки открывайте. У меня тут есть еще подарок от Насти. В нем вот такая пластиковая коробочка с четырьмя, я так понимаю, лизунами. Разных цветов. Или жвачками для рук, антистрессами. Как они еще называются? Ну да, в общем, что-то такое. Это нам пригодится для экспериментов. Но самое главное, что я хотела показать, это рисунки. Она очень красиво рисует. Это типа хуманизация Юмичу. Как прикольно. Это, наверное, Софи торчит язычок. И хитро подмигивает, прямо как я. Наверное, это и правда я. Это, мне кажется, Рики. У него даже хомяк на футболке нарисован. А вот это скромняшка Мишаня. Но ведь у меня нет розовых локонов. А я там есть. О, у меня прямо на футболке написано Эйван Бро. И, наверное, киса Алиса. Подождите, а может быть это Миша, а то была киса Алиса. Наверное, ты права. Очень красивые рисунки. У тебя талант. Привет тебе от всех нас. В Питере мне еще подарили букет. Я положила его в пакет, чтобы не потерять, но кажется, он засох. Классный букет. Да, он очень красивый. Был. Эйван. Это пакетик от Карины Зайцевой. А в нем вот такой красивый скетчбук Санкт-Петербург. Юмичу, зачем ты вытащила цветок? Отдай. Это не отечество Софи. Просто они такие вкусные, ань? Вы что, голодные что ли, цветы мои едите? Э, извини. Не надо есть мой букет. Но он же все равно уже засох. Софи. Ладно. Следующий подарок немножко порвался при переезде. Давай, посмотрим, что внутри. Какая-то странная штука. Ничего себе. Может это для съемок твоих смешилок-страшилок, где ты пародируешь вызовы духов? Это просто какой-то музыкальный инструмент. Очень красивый, между прочим. Прикольно. Так, ладно, что еще там есть? Там еще есть вот такая вот большая собачья игрушка. Не нашего размерчика. И панда. И опять не написано, от кого это? Хотя нет, подождите, там еще была игрушка пчелки. Хорошо, что она игрушечная, а не настоящая, как наш таракан. Кстати, мы так и не придумали, как назовем таракана и нашего улетенка. А еще в подарке был шар Лол Пэтс с вот таким вот милым питомцем и какой-то штучкой. А что внутри? А внутри кинетический песок. Прикольно. И опять не написано, от кого этот подарок и кому привет передавать? Да, обидно. А это подарок от Ринаты Бекмурзиной. Приветик. Она передает привет всем мэджикам. Прикольно. И что там? Тут немного. Давай скорее посмотрим. Закладочка с ламинго. Собака с таким же длинным языком, как у меня. Рисунок Софии Эйвона. И мой личный дневник. Очень красивый. Он заполнен? Нет, Юмичу. Он чистый, чтобы я в нем вела свой дневник. Тут даже конвертики есть. Прикольно. Ань, а может быть завести личный дневник? Про вот эту вот историю на твоем канале. Посмотрим. Киса Лис, пойдем подарки смотреть. Я жду, когда Рикки пороснется и побежит к Лисе. Не отвлекай. Киса Лиса вредничает. Давайте смотреть следующий подарок. Тут у нас гигантский канат. Да, очень большой канат для очень больших собак. А еще какая-то коробочка. Видимо, чтобы плести резиночки. Хотя нет. Мячики. Ребята, я люблю вас и люблю ваши подарки. Но у меня уже очень много мячиков. Слишком много мячиков. Уже целое море мячиков. И скоро я не буду знать, куда их девать. Но спасибо. Этот подарок, кстати, подарила Яночка Фомина. А ее подруга не смогла прийти. Поэтому передаем ей привет. Красивая тетрадочка с собачкой и чихуахуа. Ваша порода. Наушнички. Эээ, снеговик. А нет, это, наверное, мыло. Да, точно, Софит. Ты права, это мыло. Целая колбочка орбизов для Эйвена. Вот такая маленькая баночка с блестками. И спиннер. У тебя, как и у Эйвена, такая же проблема. Твоя коллекция спиннеров стала слишком большой. Кажется, да. Я насчитала около ста спиннеров. Всевозможных цветов. Самых простых тройных спиннеров. Со стразами, светящихся, пятерных. Коллекция золотых спиннеров. И куча спиннеров самых необычных форм. И теперь еще один спиннер. Но мы же не можем сказать ребятам, чтобы они не дарили их. Но зато они увидят, чего у нас очень много. Да, и будут дарить что-нибудь другое, если захотят. Пакетик с котенком. Сейчас все достанем. Похоже на киску-алиску. Юмичу, хватит меня сравнивать с котами. Я за бака. Две пачки лакомств для вас и два покебола. Синий и красный. Интересно, в них что-нибудь есть? Они тяжелые, в них точно что-то есть. Сейчас посмотрим, а еще тут есть ручка с фламинго и карандаш с фламинго. Покажите, что в покеболах. И снова мячики. И еще мячики. А еще в подарке вот такие вот прикольные наклеечки. Портрет Эйвана, кисы Алисы, Софи, Миша и Юмичу. Привет от нас, Алине. Спасибо большое за подарок. Я не кошка, я собака. Даже на рисунке было зачеркнуто. Вот и все. Юмичу, освобождай столик. Еще один подарочек едет. Давай, Алинь, быстрее, у нас еще их так много. Я пока следующий пакетик выберу. Меня зовут Эля, мне 10 лет. Ты моя любимая видеоблогерша. Если что, я выбрала следующий. В подарочке у нас три вот таких вот мячика для кошек и собачек. Прикольненько. Вкусняшки и кислый мармелад. Аж свинки потекли. Это нам, да? Да, это нам. Нет, это мне. А еще вот такая коробочка была с ленточкой. Ленточку вы уже стащили. Ну, мы спешили открыть, так что там? Письмо для волшебной семейки. От Бабылевой Варвары. Как так получилось? Видимо, два подарка соединились. В любом случае, обеим девочкам привет. В коробке был и вот такой рисунок кисы Алисы. И меня с Мишаней. И все? Розовый вязаный коврик. Видимо, для Рики. Еще один свиток с вашими портретами в полотенцах. И даже рисунок нашего Рикусика. Несколько конфеток для меня. И все. И игрушки для кисы Алисы. Так, что у нас в этом черном пакетике? Тут есть какое-то письмо с пером. Может, в письме написано чей-то подарок? Может быть, сейчас посмотрим. Неужели это настоящее павлине перо? Вполне может быть. А ты когда-нибудь видела павлинов? Нет. А, ну интересно, а кто-нибудь из маджиков видел павлина? Ладно, посмотрим, что в свитке. Хм, странно, на пакете и в пакете не написано от кого. А в свитке только рисунки. Да, разные прикольные рисунки, но не написано кто это. Даже некому спасибо сказать. Подписан только кот Буча, породы Бенгалы, ему 4 года. Какая-то странная деревянная штучка, а в ней дракон из бисера и дельфинчик. Видимо, диайвай. А еще тут есть самодельные сквиши. Да, типа баночка молока и еще баночка чего-то. Например, йогурта. Ну да. Кошелечек с мордой кошки, игрушки для киски Алиски. И всякие разные мелочи, типа пончика самодельного. Интересно, что это такое? Это, наверное, какой-то ключ. Самодельный, наверное. Тут очень много всяких штучек своими руками. А еще лисичка. Да, лисичка, а еще статуэтка вот такого олененочка. И пушок. Аня, было страшно? Где? Там, где ты снимала ролик на свой канал. Да, ребят, было очень страшно. В общем, всякие штучки. А мне бы было не страшно. Тебе бы тоже, кис Алис, было страшно. А что в пластиковой коробочке? Так, сейчас посмотрим, что в пластиковой коробочке. Кажется, там какие-то пластилиновые монстрики. Больше похоже на динозавриков. Или покемонов. Может, они съедобные? Да, Аня, может, это вкусняшки? Нет, это не вкусняшки, ребят. Интересно, кто это такие? Может, мэджики, как всегда, напишут в комментариях, если знают, кто это? Да, пусть напишут. Тем более, комментарии попадают в ролики. Поиграй с червячком, Алиса. А мы пока откроем самую большую вещь в этой посылке, на которой написано «Осторожно, хрупко». Там, наверное, что-то бьющееся. Наверное, не зря, но замотано в пленку, а там еще какая-то ткань внутри. Ничего себе, сколько пленки и кусочков ткани. А там была спрятана вот такая вот красивая фигурка кошки. С большой красной лентой. На кисалис, похоже. Ребята, идите, скорее смотрите ролики на всех наших дорогих каналах. Да, новые видео. Распаковка с тараканом и улиткой. И на Анином канале. Короче, идите, смотрите. А мы возвращаемся. И скорее всего в августе. Волики уже тут постоянно. Мы надеемся. Давайте лучше не будем ничего обещать. Но ведь я не вернулась. Давайте лучше скажем ребятам, чтобы они подписывались на наш инстаграм, если до сих пор тут сидим. А давайте лучше пойдем гулять, пока еще лето. Ой, ну наконец-то. Может мне самой свой канал завести? Без всяких там. Ну хотя Юмичу моя подруга, но все равно.